приветствую друзья инвесторы на канале про инвестиции казахстане это рубрика капитал для дочки и сегодня как вы поняли из названия к этому видео мы поговорим про это историческое событие как паритет евро и доллары который произошел спустя аж 20 лет то есть последний раз такое было 2002 году сегодня именно разберем какие это может нести последствия для мировых рынков и стоит ли вообще сейчас на покупать евро под текущим ценам вот сейчас перед вами как раз таки график евро-доллар в принципе на нем мы сейчас и посмотрим с вами что именно вот в этом моменте то есть 12 июля и как раз таки произошло это историческое событие то есть вот в это время вот здесь я был можно сказать паритет то есть 1 доллар стоил от равен был одному евро почему же так произошло вот именно по мнению гильермо сантоса аромбура это партнер и капитал то есть он является экспертом по глобальным рынкам говорит что доллар является сейчас единственным активом который оказывается надежным вложением такой сложный год как нынешний таким образом американская валюта по его словам всегда получает деньги тех кто напуган из любой точки мира и поэтому накопила револьвацию более 12 процентов в год и достигла паритета с евро и высоких револьвации по отношению другим сильным валютам таким как иена которая выросла почти на 20 процентов доллару то есть в этом смысле повышение ставки сша также способствовал этому шагу как и энергетический кризис резким ростом цен на нефть и газ которые котируются в долларах как и другие виды сырья также аналитики джейпи морган говорят что это ослабление не похоже на то что произошло в апреле и мае когда единая валюта упала вслед за ростом периферийных спредов тоже случится в будущем ну судя по текущему графику возможно дальнейшее падение евро то мы с вами принципе видели да уже более продолжительное падение идет здесь мы немного отскочили но тем не менее сейчас мы опять движемся вниз скорее всего мы можем увидеть значение даже 0 95 евро центов за 1 доллар о принципе говорит об историческом событии если под посмотреть более детально то именно этот уровень факторы которые подталкивают доллар к росту и так раз таки повышение процентной ставки эффект надежного убежища также товарно-сырьевой кризис но они также могут обернуться и против доллара ближайшие месяцы если как вот горит аромбура то если мы не столкнемся с глубокой рецессии во что мы не верим можно предвидеть что евро восстановит свои позиции в последней части 2022 и в 2023 годах принципе если выделить именно четыре основные причины по которой ослабление 2 по использованию резервной валюты объясняется именно ослабевание по отношению к доллару то первое это опасение возможной рецессии 2 это политика фрс 3 рост потребительских цен инфляция и разумеется 4 это угроза обострения энергетического кризиса но почему же тогда европейский регулятор сидит сложа руки то есть в ецб боятся переборщить с ужесточением монетарной политики а как это приведет к ухудшению экономической ситуации в блоке падение же евро означает что европейские компании потребители будут платить больше за товары и услуги которые они импортируют и прежде всего это будет энергоносители а может цены на мировом энергетическом рынке в долларах сша соответственно мы понимаем что если считать в евро цена на нефть и особенно на газ для европейцев выросла за последние полгода на целых 12 процентов при этом не факт что европейский экспорт подорожает на международных рынках таким образом неуклонное укрепление доллара конечно же это не подарок для европейцев так как не вертись им ставку все равно придется повышать ну в принципе если посмотреть на детский портфель то здесь особых изменений я не заметил в принципе видим только тот факт что у нас кастром свою начал неплохо так подрастать опять очень нас радует да конечно же те кто успел закупиться по 650 нге вообще молодцы поздравляю но я не покупал пока ничего видим что халык банк немного дешевеет но тем не менее кастром свою начал расти видимо кто-то что-то знает чего не знаем мы ну ладно будем надеяться что кастром со так или иначе поправить свою ситуацию и возможно выплатить еще какие-то дивиденды ну либо уже в следующем году будут опять дивиденды выплачиваться в том объеме как раньше посмотрим по остальным бумагам принципе все особо без изменений то есть критических каких-то ситуаций пока не происходило доллары пока еще не реализовал никуда пока не нашел подходящий так сказать вариант для того чтобы что-то сюда добавить принципе можете написать комментариях из того списка официального кассе как вы считаете какие компании будут более подходящими для детского портфеля я обязательно рассмотрю все ваши варианты но сейчас в общем посмотрим что происходило на рынках вчера многим возможно будет это интересно и в конце подведем итог стоит ли сейчас покупать евро по текущим ценам в принципе и учитывая что вышли данные по потребительским ценам сша видим что прогноз был 88 но факт составил 91 довольно таки высоко то есть опять обновляет рекорды инфляции в сша даже ужесточение денежно-кредитной политики пока не дает существенных результатов в этом плане а принципе если посмотреть на финвизиям то есть на карту снг 500 то видим вот такой вот немного смешанную торги хотя в моменте очень многие компании довольно таки показывали неплохой прирост но как говорится торговый день все же закончился именно распродажи потому что торговая сессия именно закончилась снижением так как сыграл фактор центрального банка канады которые достаточно неожиданно задрал ставку не на 50 или 75 базисных пунктов а сразу на 100 пунктов чем во многом как раз таки напугал инвесторов потому что мысль была проста вдруг фрс тоже под конец месяца под впечатлением высоких темпов роста цен порадует таким резким повышением ставки то есть поднимет и ударит в группу грубо говоря очень сильно по рынку акций но если рассматривать более так детально то будет ли фарис также сильно поднимать ставку то скорее всего нет так что рынке смотрят вперед и ожидают что на фоне опасений начала рецессий пресс не будет гробить экономику решить быть несколько сдержание своих северных коллег соответственно рынке принципе так и отреагирует то есть не таким резким падением хотя данные по инфляции вышли не самые хорошие ну и в целом если подвести короткий итог то стоит ли сейчас покупать евро то лично я бы не стал покупать в текущих слоях учитывая перечисленные факторы а стоит сейчас наблюдать куда будет разворот эти и там уже принимать решение сейчас пока ситуации очень неопределенно и скорее всего а евро по отношению к доллару все же продолжит немного снижаться ну это свою очередь говорит о том что европейцы будут испытывать дополнительные трудности ну а нам с вами конечно же тоже не сама сладко потому что у нас курс тенге по отношению к доллару тоже растет соответственно доллар укрепляется во всем мире ну как же наш тенге может обойти соответственно скоро мы возможно увидим значение уже и 500 тенге за 1 доллар поэтому к этому нужно быть готовыми тому же инфляция вышла и в казахстане которых составил уже 14 с половиной процентов это официальная инфляция заметьте учитывая что сейчас сезон лето соответственно повода овощная продукция должна дешеветь но тем не менее это не сильно сказывается на общий годовой инфляции поэтому если видео было вам интересным и полезным можете поставить лайк подписаться на канал и пишите комментарии я желаю всем удачи и помните что дорогу силит идущий